Наш телеканал стремится больше рассказывать о воронежских селах. На днях журналисты 41-го канала отправились в Панинский район, в село Красные Холмы, где живет одна из наших постоянных зрительниц, пенсионерка Вера Сафонова. А точнее слушательниц. С недавнего времени пожилая женщина из-за серьезной болезни лишилась зрения. Смотрите репортаж Галины Жуковой и Дмитрия Хлебного о том, как живут и выживают русские люди на родине лучшего в мире чернозема. Панинский район – это сердце черноземного края. В год 130-летия со дня выхода в свет фундаментальной монографии «Русский чернозем» Василия Докучаева в Панине в 2013 году открыли памятный знак мировому эталону почв. В центре композиции – земной шар с золочеными материками, а вокруг него – сомкнутые в круг колось и пшеницы. На гранитном кубе высечены слова выдающегося ученого Докучаева о силе и мощи кормильца страны – русском черноземе. Глава района Николай Щеглов нам с удовольствием рассказывает о предмете гордости панинцев. Недалеко от поселка Михайловский был вырыт тот самый знаменитый монолит чернозема объемом более 8 кубических метров, который экспонировался в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Он вывозился здесь не просто куб метр на метр, а сожень на сожень на сожень. Вот таких размеров вывозился туда, представлен был экспонат и был признан самым лучшим черноземом в мире. Мы поинтересовались у представителей агропромышленного комплекса, о чем сегодня может гордиться панинская земля и что выращивается на ее знаменитых плодородных почвах. Начали с приятного. Панинский район занимает лидирующие позиции среди других районов Воронежской области. В этом году мы на пятое место заняли по урожайности. Кроме того, в районе, район третье место занимает по внесению органики. Район выращивает в основном зимая пшеница, сахарная свекла. Сахарная свекла у нас 9 тысяч гектар посеянная на район. Это примерно 10% от нашей пашни. У нас 94 тысячи пахотных земель. 9 тысяч занимает сахарная свекла. Сегодня Панинский район имеет четко выраженную сельскохозяйственную направленность развитым растеневодством. Лишь 2% от фермерских хозяйств и предприятий приходится на животноводство. А остальные 98% – это растеневодческая продукция. У нас самое главное, конечно, у нас сельскохозяйственное направление. В первую очередь 11 крупных сельхозпредприятий. 127 КФХ, средних и мелких, которые работают именно связаны с землей. Конечно, самый большой инвестор и сельхозпроизводитель – это Продемикс, который занимает почти 50% пашни у нас. Ну и, конечно, он имеет сахарный завод, сразу переработка, и элеватор. Понятно, что фермерские хозяйства конкурировать с главным монополистом Панинского района не могут, а значит, их век недолг. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться панинцам – это трудоустройство граждан молодого возраста. Проживающих у нас в пределах 27 тысяч. Конечно, мы не можем похвастаться трудоспособным населением. Здесь специфика нашего сельского района. Но у нас работает где-то около 5,5 тысяч в сельхозпроизводстве. Это и в переработке, и в сельхозпроизводстве. Конечно, для нас это не очень большая цифра. Хотелось бы больше. Ну, у нас учащийся и пенсионного возраста. У нас 53% людей не трудоспособны. Такая же проблема остро стоит и в селе Красные Холмы, куда мы держим путь к нашей героине. Это старинное русское село, образованное купцом Лыковым более 200 лет назад, похоже, сегодня доживает свой век. Из 168 человек основная доля приходится на пенсионеров. Когда-то здесь были школа и магазин, но их пришлось закрыть. В селе всего 9 ребятишек школьного возраста и 3 дошкольника. А оставшаяся молодежь трудоспособного возраста уезжает на заработки в Воронеж. Такая вот невеселая статистика, говорит глава Ивановского сельского поселения, куда входят Красные Холмы. Хорошо еще, что автобус ходит до Пани на пять раз в неделю. Хотя это уже и нерентабельно, ведь деревня потихоньку вымирает. В летнее время работал магазин. Затем сейчас магазин пришлось закрыть, потому что работает автолавка толстых. И в основном все продукты питания берут в этой автолавке. Но даже это не в состоянии сделать жительница села Красные Холмы Вера Сафонова. Вот уже несколько лет канал слепла в результате сахарного диабета. Сегодня по хозяйству пенсионерки помогают родственники. Мы тоже откликнулись на приглашение Веры Ивановны, прихватив с собой провизию. Здравствуйте. Вера Ивановна, здравствуйте. А вы Галя, да? Да, я Галя. Вот гостинички вам привезли. Вот так вот. Давай. У Веры Ивановны редкое заболевание кожи, именуемое как врожденный ихтиоз. В народе эта болезнь называется рыбья чешуя. Понятно, что наша Ася Клячина, как и героиня фильма Андрона Кончаловского, планов на личную жизнь не строила. Я просто подумала, ну я замуж, я не выйду. Ну думаю, может, если выдастся, как случай, смогу забеременеть, ну и рожу. Ну и у меня сын Дима родился в 83-м году, 27 мая. К радости матери ребёнок родился здоровый. Второго сына она также рожала для себя. Справляться с детьми Вере помогала её мама, которая умерла совсем недавно в возрасте 86 лет. Неудивительно, что главным смыслом её жизни были дети. Через 6 лет второго сына Андрея, тот тоже родился здоровым, 3-400 вес. Ну всё, мне хорошо, как у всех, обычная беременность была и обычные роды также. Беда пришла в дом Сафоновых со смертью сына Дмитрия, который ушёл из жизни добровольно несколько лет назад, не сумев выйти из долговой ямы. У него осталось двое детей. Младшему сыну Ванечке сейчас 12 лет. Смерть Дмитрия сильно подкосила здоровье убитой горе-матери. Мне в феврале 16-го года сделали операцию. Я просила зрачок вставить, но доктор сказал, что бесполезно. И, возможно, вот этот стресс, что сын умер, он в сентябре 15-го года умер. Он был бригадиром на стройке, как будто с финансами. Его типа обвинились, что ли, он деньги присвоил или как-то, я не знаю. В результате он уложил на себя руки. Его вызвали в милицию, либо заставили подписать, или он отказался, или подписал. Приехал домой, вечером повесился. Но беда не приходит одна. Младший сын Андрей, ухаживающий за ослепшей матерью, в феврале этого года попал под машину, серьезно повредив ногу. По слухам, на момент аварии Андрей был не совсем трезв. И теперь уже мать вынуждена содержать сына на пенсию в 11 тысяч рублей. Сегодня он передвигается по квартире на костылях, но недавно пошел на поправку, сменив костыли на бадик. Нога была в двух местах сломана. Ну и вот скорую, я не знаю, кто вызывал там скорую. Я его ждала, ждала. А потом на другой день, у меня соседка бывшая, она в другом селе, в Первой Ивановке живет. Она позвонила мне, спросила, как я. Я говорю, да сына моего дома нет. Она говорит, да он лежит в электронной больнице. На момент нашего приезда Андрея дома не было. Молодой человек уехал на консультацию к врачам Воронеж. Несколько раз мать созванивалась с сыном по телефону. Когда он окончательно встанет на ноги, пока неизвестно. Правда, для того, чтобы за Верой Ивановной присматривали соцработники, сыну необходимо отказаться от денег в размере 1 200 рублей. Надо сыну отказаться от ухода за мамой, потому что он не ухаживает за ней. И поставим человека, который будет ухаживать, и все будет нормально. Они будут и общаться с ней, и разговаривать. Приходить сколько раз в неделю, сколько положено. И весь вопрос будет решен. Дело в малом. Нам показалось, что нашей героине не хватает простого человеческого внимания. Проблема в том, что, живя с сыном, она остается одиноким человеком, который требуется совсем немного. Ответной сыновьей любви и банальных слов. Прости меня, мама. Андрюш! Что? Да это я хотела. Ты вечером во сколько приедешь, не знаешь? В народе говорят, в каждой избушке свои горюшки. Но проблема в том, что 61-летняя Вера Сафонова не единственная, кто сегодня доживает свой век на селе в таких условиях. Увы, за проблем со здоровьем вести хозяйство она уже не может, а сын, по всей видимости, не хочет. Как только он падет на поправку, то снова уедет в Воронеж на заработки, оставив матушку на попечение родни. В деревне мужику только остается, что пить. В результате мы имеем совсем неутешительную статистику. Сельское население за 2017 год сократилось на 1 миллион 760 тысяч. То есть, Брянск и Смовенская области вместе взятых. Или, значит, чуть-чуть меньше Воронежской области. Это идет, я не скажу, какая целенаправленная, а может быть и целенаправленная политика, что у нас в основном развивается сейчас энергонасыщенная техника, на которой работает один механизатор и делает 10 норм. Можно, конечно, выстраивать потемкинские деревни для галочки, но легче от этого селянам не станет, если, конечно, не изменится государственная политика. Сегодня на федеральном уровне много говорят о поддержке малых сел, но мало что делают в реальности. Здесь не нужны ни механизаторы. Один механизатор за 10 человек на такой технике. Поэтому, значит, об возрождении села больше можно и не задавать вопросы. И не будет. Вот последний доживем и все. Больше никого тут не будет. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.